Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы вместе с вами будем пробовать очень фотогеничный и такой инстаграмный макияж. Сама техника макияжа называется Cut Cris и если переводить на русский, звучит слегка стремновато. Что-то типа срезать складку. Кажется, что на создание этого макияжа вы потратили как минимум двое суток. Но на самом деле вы можете вложиться в 15 минут, зная всего лишь пару хитростей. Так как сегодня по большей части мы будем заниматься растушевкой, я решила, почему бы не протестировать свои новые кисточки с Алиэкспресс. Заодно посмотрим, действительно ли они так хороши, как выглядят. Начнем, конечно же, с базы под тени. И я, как всегда, буду использовать Color Tattoo от Maybelline. Теперь возьмем любые светлые матовые тени или пудру и нанесем их на века. Вот такие вот подготовительные этапы помогут нам в будущем с растушевкой и, в общем-то, закрепят тени на месте. Теперь с вот такой вот палетки я возьму светло-персиковый оттенок, обязательно матовый, и максимально пушистую кисть. Оттенок мы наносим строго в складку. Сразу же пытаемся его растушевать. Сегодня будем как бы наслаивать рисунок. На самом деле кажется, что ничего не происходит, но потом это все выльется в единую картину. Здесь нам нужно сделать очень плавный и мягкий градиент, причем начиная со светлого оттенка. Кстати, в наборе растушевочная кисть довольно мелкая. Теперь с той же палетки мы возьмем более насыщенный вот такой вот оранжевый оттенок, но совсем немножко. Очень аккуратно наслаиваем рисуночек, углубляя каждый раз складку. Ну что, у нас получился вот такой вот легкий закат, но на этом мы не останавливаемся. Берем более насыщенный такой шоколадный оттенок. Обязательно все должно быть матовым. Убираем остатки и опять же все тоже движение. Теперь чистенькой кисточкой растушевываем границу. Нам нужен максимально мягкий переход и градиент в цвет вашей кожи. Если есть проблемы с растушевкой, всегда есть светлые матовые тени, которые всегда помогут исправить ситуацию. Мы уже практически закончили с растушевкой. Я беру более маленькую кисточку и возвращаюсь к самому темному оттенку. Опять же возвращаясь к складке, вырисовываю ее немножко четче. Как бы только границу. Я знаю, что сейчас выглядит мега стремно, но поверьте, оно того стоит. Остатками на кисти пройдемся по нижнему веку. Таким образом мы объединяем рисуночек. Выглядит, как будто я пару суток не спала. Но время переходить к самому интересному. Я беру маленькую синтетическую плоскую кисть, которой не было в наборе. И вот такие вот кремовые консилеры. Это, кстати, эссенс. Набираем самый светлый оттенок. Не стесняемся, берем много. И сейчас самый ответственный и пугающий момент. Мне нужно будет нанести его практически на все подвижное веко. Начинаю по чуть-чуть от линии роста ресниц и поднимаюсь как бы кверху. В уголке мы рисуем стрелку. Все тем же консилером. Для того, чтобы зафиксировать консилер, я нанесу светлые матовые тени. Прикладываю, как будто ничего не тру. Здесь можно добавить шиммерных каких-то теней. Но у меня новейшая складчатая века. И лишний объем мне не нужен. Чтобы подчеркнуть вот этот вот изгиб, я возьму еще раз темные тени и пройдусь по границе. Общий рисунок теней уже готов. Мне осталось нарисовать черные драматические стрелки и прорисовать ресницы. Ну что, я здесь немножко психанула и решила добавить накладных ресниц. Потому что моих оказалось не так уж и много. И вот знаете, я ума не приложу, как американки это делают каждый день. Вот серьезно, накладные ресницы, контуринг, растушевка, это все их ежедневная рутина. Мне хоть бы утром как-то тушью накрасится ровненько. Ну что, я немножко освежу щечки. Потому что я прям очень бледная на фоне этих здоровенных глаз. И конечно же контуринг, как здесь без этого. Беру вот такую вот огромную веерную кисть и рисую себе скулы. Еще у меня есть вот такая вот маленькая веерная кисть для хайлайтера. Почему бы ею не воспользоваться? Ооо, ну блин, это мега удобно. Посмотрите на этот перелив. Сейчас для меня это кажется прям мега перебор. Такой немножко трависти макияж получился. Но для американских девушек это ежедневный натуральный макияж. Так чисто сходить в магазинчик. Теперь нужно немножко объема прибавить, а то я совсем прилизыш. И конечно же, чтобы это все протестировать, нужно сделать пару селфи. Ну что, вот такой вот макияж у меня получился. И на этой гламурной ноте я пойду жарить Сереги картошку. Вот такая вот жиза.